Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена и вы на моем канале. Сегодня я хотела вам показать что-то из магазинов, походить поснимать, что-то новогоднее. А потом подумала, господи, да кому это интересно? Все у вас уже есть! Я свои бархатные штаны вам показала, наводки вам все дала. Поэтому я решила вам не показывать всего этого новогоднего тряпья. А сегодня я покажу вам то, что я заказала себе на Алиэкспресс. Я, конечно, сейчас не сделаю распаковку. По-хорошему бы я должна была это получить, распаковать. Но, знаете, это будет, наверное, ближе к Новому году. А мне бы хотелось, чтобы, может быть, мы сейчас у всех есть такой вопрос, что бы купить на подарки, себя, может быть, чем-то порадовать. Там не будет никакой одежды, потому что я побаиваюсь покупать пока одежду на Алиэкспресс, даже по рекомендациям. Там будут аксессуары, трусы, носки. Трусов не будет, шутка. Украшения, бижутерия. В общем, то, что можно кому-то подарить, купить себе порадовать. Всякие приятные мелочи, скажем так. И давайте приступим. Ну и так как, оказывается, Лена такая сорока та еще, я опять заказала себе бижутерию. Под каждым видео мне задают вопросы, где я появляюсь в этих серьгах, где я купила себе, откуда эти серьги. Это серьги с Алиэкспресс. Я купила их два года тому назад. Рублей сто, наверное, они стоили. Сейчас стоят чуть подороже. Я вам уже давала ссылки на похожие. Дам еще. Стоят они сейчас не больше 200 рублей. Кстати, с Традивариус они стоят 900 рублей. Почувствуйте разницу. Так вот. А, еще я заказывала там себе браслет. И я показывала вам его в своем видео, что я купила на Алиэкспресс. И решила я еще заказать себе чокер. Тоже из таких страз. У меня, кстати, есть вот такой вот пояс, ремень. Я не знаю, как это сказать. Здесь прямо и пряжечка, и все такое. Я просила мужа сделать из него чокер. Давно хотела себе чокер из страз. А потом подумала, что я буду хорошую вещь портить. На Алиэкспресс такое стоит 300 рублей. И я себе заказала. Вот такой вот чокер. Заказала я по рекомендации. Хорошего человека. Он же блогер. 340 рублей стоит. Говорит, что она носит уже его не первый год. Ничего не облазит. Да, собственно, там и нечему облазить. Там, если одни стразы, металла практически нет, то облазить там нечему. Лично я собираюсь носить его не только в праздники, но летом с простой футболкой и даже по ходе. В нашу жизнь вернулся гламур. Бессмысленной и беспощадной. Ссылку на такие серьги я вам уже давала. Дам и еще. Единственное, будет у вас проблема замучить и сделать выбор. 200 рублей не всего стоит. Единственное, советую вам брать там, где побольше камушков. Вот у меня такие, видите, весюлечки металлические. Они темнеют. А вот эти, с этими ничего вообще не будет. Продолжим тему бижутерии. В моем вишлисте есть кольца. Вот этот магазин очень советуют многие блогеры. Говорят, что у них не темнеет металл, ничего с ним не делается. У них есть такие печатки, мне понравились. Это сейчас модно. Вот такая вот беленькая печатка. Хорошая. 369 рублей стоит. Мне нравятся кольца вот такой формы. Камни, вернее. Такие вот овальные. И тоже я раздумываю над таким колечком. Либо с красным камнем, либо с зеленым. А это кольцо находится у меня уже в корзине. Мне нравится такое крепление. Я когда-то заказывала ювелиру кольцо в белом золоте с изумрудом, но быстро его посеяла. Это гештальт остался незакрыт. Видимо, я его возьму. Вот такие подвески мне нравятся. Особенно вот с таким белым. Это, наверное, перламутр. Я надеюсь на это. Вы знаете, я люблю жемчуг. Не всегда уместно его надевать. А вот такая вот штучка, она очень освежает, на мой взгляд. Очень утилитарная вещь. 275 рублей стоит. Куча по ней хороших отзывов. Это другой уже магазин. Но мне больше нравится, и, скорее всего, я себе возьму вот такую подвеску. Я люблю более графичные, такие более с жестким посылом вещи, скажем так. И вот это мне тоже нравится. По ней 892 отзыва по этой бижутерии. Все положительные. Читайте вообще вот отзывы внизу. Там есть реальные фотографии реальных покупателей. Я посмотрела. Люди хвалят. Единственное, говорят, что коротковата цепочка. Ну, не знаю. Мне кажется, длиннее она и не должна быть. Кому не нравятся такие жесткие формы, есть вот такая вот милота. Посмотрите, с такими камушками. Самонежность. Нежнятина. Ну, это моя. Моя я уже ее так называю. Можно с бабочками купить. Это, конечно, не моя тема. Но кому-то, может, бабочки нужны. А это моя уже покупка. Скоро ко мне придет. Это кашемировый шарф. Не дешевый для Алиэкспресс. Почти 4 тысячи. Выглядит достаточно кашемиристо. Посмотрим, что на самом деле придет. 19 цветов. Замучаетесь выбирать тоже. Кстати, делайте ставки. Какой цвет выбрала я? Когда придет, я вам покажу. В общем, кашемиристо выглядит. Ну, и судя по цене, я очень на это надеюсь. Я, когда мне нравится какая-то вещь, захожу в магазин. И смотрю, что они еще предлагают. В этом магазине мне понравились платья. Я платье не ношу. Если бы носила, обязательно бы рассмотрела. Конечно, судя по цене, это уже не кашемир. Это просто шерсть. А еще мне понравился вот этот джемпер. Красный цвет меня, конечно, привлек. Стоит он 2 200. Это уже, конечно, не кашемир. Скорее всего, это просто шерсть. Мне нравится вот такой запах. Я в молодости обожала такие топы. Мне мама даже сшила такой шелковый. Мне кажется, очень женственно это выглядит. Доходит до размера XXL. И мне нравятся расцветки. Такие очень благородные, красивые. И тоже есть отзывы по нему уже люди показывают. Понравилась мне шапка. Судя по цене, кашемировая. Потому что стоит она столько же, сколько и предыдущий джемпер почти что. Ну и тоже, мне кажется, весьма кашемиристо выглядит. Брюки вот эти понравились. Тоже шерстяные. Видно, что так достаточно хорошо и качественно сделаны. В общем, сдаю я вам этот магазин. Мне кажется, он достоин внимания. Следующая моя покупка из серии шарфы-платки. Это вот такой платок. Написано шелковый. Конечно, нифига он не шелковый. За цену в 300 рублей. Но пишут, что очень такая плотная ткань. Наверное, знаете, похоже на шелк-сырец. Мне кажется. Большой выбор расцветок. Огромный. Я покажу вам то, что выбрала я. Такой черно-светло-бежевый, наверное. Потому что белым это назвать нельзя. Есть более контрастно черно-белые полосы. Например, вот такие. Я что-то не захотела. Или вот такой тоже черно-белый. Я взяла черно-бежевый. Вот он, моя прелесть. Следующая моя покупка – это носки. И как это не смешно. Вообще, у меня с носками не просто плохо, а очень плохо. У меня их практически нет. Я до нашего какое-то там старье. А носки сейчас – это, знаете, очень модная деталь. Должны выглядывать из обуви. Эти носки я тоже взяла не первую попавшуюся по рекомендации. Взяла пока только одну пару. Вот с такой сиреневой полоской. Чтобы она к шапке подходила. Можно, конечно, взять что-нибудь от Гуччи. За 148 рублей. Вот этот магазин тоже был в рекомендациях. Я пока ничего не стала брать. Там и расцветки уже что-то все разобрали. Говорят, качественные. Не знаю. Я вот пока одни посмотрю. Но вообще, я планирую, конечно, расширять свой ассортимент по носкам. Именно на Алиэкспресс. Мне кажется, здесь, как с бижутерией. Очень большой выбор и очень маленькие цены. В отличие от наших магазинов сегодня. Вот эту вещь я не купила. Денег бы я на это зажала. Но если бы мне подарили, я была бы рада. Это коробка-органайзер для велирных изделий. Из натуральной кожи. Здесь их можно хранить. Лучше перевозить. На них можно заказать монограмму продавцу. Хорошо сюда заходят кольца. Или серьги кольца. У меня все хранится в шкатулках. Вожу я все в какой-то косметичке. Но, как я уже сказала, если бы мне такое подарили, я бы была довольна. Цена у нее 1300. Не очень дешево. Но, говорят, очень качественно. И я зашла посмотреть, что же еще предлагает нам этот магазин. Если у них натуральная кожа. Есть интересно, что есть еще. Вот такие милые женские брелочки из софьяновой кожи. Прям мимишные. Впереди 8 марта. Мужчины. Вы можете иметь это в виду. Вот такие вот для карт. Держатели тоже из кожи. Много всяких расцветок. Стоит 373 рубля. И тоже можно на них заказать инициалы. Я посмотрела, что из сумок нам предлагает этот магазин. Вот, кстати, у меня все спрашивают, где я брала свою Селин. Вот, пожалуйста, вам. Аля Селин. Я думаю, что будет достаточно качественная. 3690. Это будет кожа. Мое внимание привлекла вот эта сумка. Весьма лаконичная. Мне такие нравятся. Стоит она 3300. И это кожа. Единственное, читаете, пожалуйста, отзывы. Мне кажется, там что-то есть из натуральной кожи. А что-то с пилок. Какие-то цвета. Хорошие размеры. Немного фурнитуры. Кому-то, может быть, понравится больше вот такая сумка в форме багета. Это сейчас модно. 2500. Хорошие такие расцветки. Тоже натуральная кожа. Но такие сумки требуют такого классического женственного образа. Мне нравятся вот такие сумки. Я всегда говорила, что мне нравятся пельмени от Батыги. Мне нравятся такие вот мягкие клатчи. Вот эта сумочка тоже неплохая. Тоже кожаная. За 3000. Здесь нет никакой фурнитуры. Видно, что она сделана из мягкой кожи. Мне, кстати, нравится такая выделка кожи. Вообще, за 3000, конечно, сейчас в нашем масс-маркете можно купить только кожзам. Вернулась я опять к этим клатчам. У меня никогда такого не было. Мне кажется, достаточно удобно носить сумку подмышкой, если ты не идешь куда-то на шоппинг. Но, наверное, не каждый считает это удобным. То, что это кожа, видно потому, что здесь нет подкладки. В общем, собственно, видно, что это кожа. Расцветки разные. Я практически купила, ну, лежит у меня в корзине вот такой шоппер черный. У меня нет ни одной черной сумки. И появились уже черные вещи. И я чувствую необходимость в ней. Мне нравится такая форма. Вне зависимости от трендов. Хотя сейчас такая сумка есть практически в каждом масс-маркете. В Манго, например, такая сумка не кожаная стоит практически столько же, сколько стоит эта кожаная. Здесь тоже есть разные расцветки. Мне не все нравятся, но мне нужна черная. А вот такой желтый шоппер я вам показывала в своем видео про мои сумки. Не отсюда, конечно, не с Алиэкспресс. Что мне нравится здесь, что здесь есть посередине карман на замке. Мои все шопперы, они просто, знаете, там дыра. А вот этот, его можно застегнуть. И это, конечно, очень удобно. Поэтому я на него медитирую. Скажите, брать или не брать. Я бы, конечно, хотела себе кроссбоди черную. Но мне для шоппинга нужен шоппер. А мы с вами перешли в ремни. Это кожаные ремни. Стоит такой ремень почти 800 рублей. С такой деталью а-ля Гуччи. Я не ношу практически ремни. Они вообще появились у меня только последние два года. Вот такие тонкие. Тем более, потому что они очень хорошо для платьев. Джакет можно подпоясать. В общем, кто носит тонкие ремни, и на подарок тоже можно. Этот ремень уже пошире. Его можно в брюке. Здесь большой выбор расцветок и размера самого ремня. Но у него достаточно акцентная, фантазийная фурнитура. Не все такое любят, а некоторые, наоборот, ищут. Есть вот такие совершенно простые, минималистичные ремни. Ну, тоже достаточно тонкие. Под джинсы, мне кажется, они очень хорошо будут смотреться. Под брюки неплохо. А вот такое под джинсы хорошо будет. 473 рубля. И пряжка такая не бросается в глаза. О, а это моя покупка очки. Я люблю очки. Мне идут очки. Но у меня нет ни одной пары вот с такими прозрачными цветными стеклами. Я всегда себе хотела. Но что-то меня останавливало. А тут я подумала, 337 рублей. Что меня может остановить? И решила заказать. Тоже по рекомендации. Видела на живом человеке. Мне должна пойти такая форма. Планирую их носить зимой вместе с шапкой. В общем, ждем. Заказала еще тоже по рекомендации вот такую тряпку для мытья посуды. Ну, не только для мытья посуды. В принципе, для кухни. Мне кажется, что Алиэкспресс неплохой поставщик. И вот такой вот всякой хозяйственной приблуды. Говорят, что вот эти тряпки аналог известного бренда Greenway. Но Greenway совсем по другой цене. Кстати, если кто-то из вас что-то заказывал такое на Алиэкспресс и вам понравилось, делитесь. Тапочки я дома не ношу. Я хожу в носках. Но могу вам порекомендовать для себя или тоже в качестве подарка. Вот такие домашние тапочки из натурального меха. Посмотрите, какая милота. Тоже разные расцветки. Правда, не так много отзывов по ним. А эти тапочки из ненатурального меха искусственного. Ну, тоже прекрасно выглядят. Цена, кстати, такая же, как и из натурального меха. А вот это уже подороже сильно. Тоже натуральные. По ним хорошие отзывы. Говорят, очень качественные. Видимо, из этого складывается и цена. Но я, вы знаете, и на типы согласилась. И последняя рекомендация. Не моя. У меня такого нет. Человек, который этим пользуется, говорит, уже два года. Они исправно ему слушают. Вот такие гирлянды на окна. Я дом не украшаю к Новому году. Но знаю, что многие из вас этим занимаются. Поэтому оставлю вам ссылочку на эти гирлянды. Ссылки на все, что я вам показала, ловите внизу в инфобоксе. Возможно, что-то вам приглянется. Пишите, если что-то из этого вы уже заказывали. Ваши отзывы будут интересны другим моим зрителям. А я с вами прощаюсь. До новых радостных встреч. Всем пока!